здравствуйте уважаемые коллеги на связи роман сальхудинов и в этом видео мы поговорим о гибридном моделировании многие вообще боятся этого слова что это вообще за такое гибридное моделирование и как бы не придают этому значения вообще слово гибрид в переводе с латинского это помесь а гибридное моделирование это сочетание двух методов моделирования первый метод это твердотельное моделирование и поверхностно то есть совокупность этих двух методов и образует гибридное моделирование вообще сейчас в современном мире на производстве появляется изделие с очень сложными формами и без гибридного моделирования здесь как бы вообще никуда просто никуда и не обойтись без него конечно можно часть какой-то поверхностей создать с помощью команд твердотельного моделирования но либо это очень трудоемко либо бывают даже такие случаи что это в принципе даже и невозможно шкурка вы елки не стоит и поэтому сейчас обширно применяется совокупность вот твердотельного моделирования и гибрид и поверхностного моделирования то есть мы какие-то поверхности создаем с помощью команд поверхностного моделирования создавать эти поверхности намного легче и быстрее и в дальнейшем мы преобразуем поверхностей придаем им толщину и в дальнейшем уже работаем как с твердыми телами и сейчас мы также с вами будем как сказать создавать модель то есть мы вот вы сейчас видите перед собой модель чайника мы создадим эту носовую часть двумя способами первый способ это с помощью команд твердотельного моделирования то есть вот она носовая часть с помощью команды операция посечения и второй способ это уже применять гибридное моделирование то есть мы вот эту носовую часть создадим с помощью команды поверхность по сети кривых в дальнейшем мы придадим толщину данной поверхности и будем работать уже как ствердотельной модели ну что ж давайте приступим сегодня если впервые это делать это сегодня наконец-то вы создадите свою первую модель сочетая два метода и так давайте начнем на стан на стандартной панели кликнем создать выберем деталь и давайте сразу на стандартной панели ориентации выберем изометрии x y z далее в дерево модели выберем плоскость x y и создадим на ней эскиз для начала мы создадим с вами 4 точки чтобы потом с помощью команды кривая безе создать кривую и так давайте зайдем инструментальную панель геометрия и запустим команду . вот мы сейчас перешли в создании сейчас давайте на панели свойств пишем координаты первой точке первая точка будет 35 иметь координаты по оси x и по оси игрок 0 вот она у нас уже создана вот она далее вторая точка у нас будет иметь координаты 55 кстати сейчас не нажимайте интер если вы интер нажмете эту точку будет создана просто курсор перенесите в правое окно значит координаты 55 и 60 вот сейчас можно интер нажать вот она появилась так третья точка у нас будет с координатами 35 110 нажимаем вот и и четвертая точка 37 с половиной и 117 я нажимаю вот и нажимаем стоп вот мы с вами создали 4 точки то есть мы сейчас с вами создадим сначала вот этот поверхность с помощью операции вращения ну естественно вот здесь вот я застрять внимание не буду здесь без этого обойдемся то есть просто вот эту поверхность создадим и далее уже будем создавать носовой часть давайте вернемся к нашей модели и так вот у нас четыре точки создана далее давайте запустим команду кривая безе и кликнем по всем этим вот четырем точкам последовательно все нажимаем стоп вернее нажимаем создать объект все кривая безе у нас создана далее нажимаем еще раз стоп ибо клавишу escape сейчас нам нужно создать эквидистанту нашей кривой то есть скопировать ее на расстоянии для этого мы с вами запускаем команду эквидистанта кривой и указываем нашу базовую кривой кликаем по ней сейчас она у нас отображена слева и на панели свойств нам нужно выбрать тип давайте выберем тип с правой стороны и здесь радиус впишите 3 то есть на расстоянии 3 миллиметра она у нас смесь смещена сейчас право нажимаем создать объект вот что у нас получилось мы создали эквидистанту нашей кривой то есть точно копия далее давайте воспользуемся командой отрезок и вот из центра начала координат проведем отрезочек горизонтальный пусть у нас тут он немножко выходит за пределы все это мы потом отсечем так и давайте пока мы внизу точно также запустим команду то есть раскроем вкладочку где у нас отрезок удерживая левую клавишу мыши и выберем команду параллельный отрезок создадим с вами сейчас параллельный отрезок на расстоянии 3 миллиметра от нижнего указываем отрезок кликаем по нему вот мы указали сейчас на панели свойств давайте впишем расстояние 3 миллиметра я нажимаю вот все сейчас у нас будет создаваться параллельный отрезок на расстоянии на расстоянии 3 миллиметра далее давайте кликнем по этой кривой например хотя можно даже и по этой вот давайте что привязка сработала точка на кривой кликаем вот посмотрите у нас идет создание отрезка давайте доведем его до что пересечения был у нас было с центром начала координат кликаем нажимаем стоп то есть вот что у нас получилось давайте сразу же это место ведем дома зайдем в панель редактирования выберем команду усечь кривую и все не нужно усечем здесь здесь так немножко не в той последовательности давайте я верну отменить и первым делом вот этот отрезок я отсеку и вот этот а далее здесь уже отсечем видите здесь часть куда-то у нас делась непонятно куда мы сейчас ее продлим опять же зайдем в панель геометрия и выберем команду отрезок и вот так вот отрезочком ее соединим все сейчас у нас здесь как бы нет пространства далее перемещаемся верхнюю часть опять же запускаем команду отрезок и давайте вот от этой точки создадим это горизонтальный отрезок нажимаем стоп сейчас опять же давайте зайдем в панель редактирования выберем команду усечь кривую и все не нужно отсечем опять же да у нас тут часть куда-то пропала сейчас мы зайдем в панель геометрия выберем команду вот команду отрезок и продлим нажимаем стоп в принципе все наш эскиз как бы готов но мы будем сейчас запускать операцию вращения поэтому нам нужно осевая линия давайте зайдем в панель обозначения и выберем ее вот осевая линия если у вас версия лт то создайте отрезок и измените стиль линий на осевую и так давайте укажем можно вообще небольшой кусочек осевой линии создать главное чтобы она была принципе все у нас созданная эскиз готов далее давайте запустим команду то есть войдем в панель редактирования детали и запустим команду из списка операция вращения запускаемые вот у нас фантом появился обязательно проверьте чтобы у вас тут сфероид стоял способ построения кликаем сфероид тонкая стенка посмотрите чтобы у вас не было ее нажимаем создать объект и так вот что у нас получилось то есть на кувшинчик похоже так как мы для крышки здесь ничего не создали ну ладно принципе все мы выполнили корпус сейчас нам нужно создавать носовую часть но для начала мы создадим с вами несколько вспомогательных плоскостей давайте зайдем в панель вспомогательной геометрии и и выберем команду смещена плоскость смещена плоскость у нас будет первую давайте построим от плоскости x y вот она у нас так давайте ориентацию сделать зимитрий x y z вот и расстояние давайте впишем сюда 45 45 я нажимаю вот и нажимай создать объект так и вторую плоскость создим относительно плоскости и zx то есть базовой плоскости у нас будет плоской zx посмотрите мы сейчас из команды не вышли то есть у нас команда с до сих пор запущена первая плоскость создана сейчас вторую давайте указываем плоскость zx и расстояние впишем на панели свойств 110 нажимаем вот и нажимаем создать объект все нажимаем стоп две плоскости смещенных у нас есть и давайте на первой плоскости смещенной мы создадим эскиз в дереве модели выделим и перейдем к созданию эскиза давайте сейчас запустим команду эллипс так центр эллипс у нас будет вот смотрите совмещен вертикали с центром начала координат вот у нас выравнивание произошло кликаем сейчас давайте укажем длину 1 это будет 25 я нажимаю вот длина 2 у нас будет рана 20 нажимаю вот и сейчас давайте укажем угол но от угол 90 градусов у нас на курсора да написано привязка сработала кликаем отлично далее нажимаем стоп давайте правой клавишей кликнем и в контекстное меню выберем эскиз то есть посмотрите первый эскиз мы создали далее выделяем нашу смещенную плоскость 2 и создаем на ней эскиз хотя нет подождите давайте вернемся в эскиз 2 и и вот редактируем 5 выберем эскиз давайте укажем вот это вот расстояние чтобы уж точно быть от центра до центра начала координат это расстояние нужно указать желательно давайте зайдем в панели размеры выберем авторазмер кликнем по центру начала координат и вот здесь вот привязка сработала ближайшая точка этот у нас центра эллипса давайте этот размер укажем 56 и нажимаем вот отлично нажимаем стоп вот сейчас можно выйти из эскизы правой клавишей кликаем выбираем эскиз все мы вышли из эскизы далее выделяем в дерево модели смещенную плоскость 2 создаем на ней эскиз также эскиз у нас будет в виде эллипса опять же давайте запустим команду эллипс войдем в панель геометрия выберем команду эллипс и вот здесь вот у нас привязка сработало выравнивание совместили с центром начала координат кликаем далее длину давайте укажем 112 и длина 26 нажимаем вот далее давайте угол укажем 90 градусов опять же вот так поставьте кликаем и сейчас опять же размер нужно указать зайдем в панели размеры выберем команду авторазмер и укажем первую точку и вторую его центр эллипса и этот размер у нас будет равен 93 я нажимаю ok далее нажимаем стоп выходим из эскиза все вот у нас второй эскиз готов так и давайте еще создадим еще плоскость где-нибудь вот здесь чтобы на ней также создать эскиз для начала давайте опять же создадим смещенной плоскость выберем зайдем в панель вспомогательной геометрии выберем команду смещенную плоскость и опять же относительно плоскости x y мы сместим расстояние впишем 60 впишите сюда 60 расстояние нажимаем создать объект и с клавишу escape отлично вот у нас смещенная плоскость 3 создана переходим к созданию эскизы и создаем опять же эллипс и так заходим в панель геометрия запускаем команду эллипс опять же у нас выравнивание привязка сработала таких нужно кликаем и давайте сейчас длину впишем сюда давайте длина 1 22 вписываем длина 2 12 нажимаем вот и давайте угол 90 градусов укажем кликаем нажимаем стоп далее опять же нужно проставить размер заходим в панель размеры выбираем команду авторазмер указан центр начала координат указан центр эллипса кликаем и здесь размер задаем 60 выражения нажимаю ok нажимаю стоп кликом правой пайшей мыши и в контекстном меню выбираем эскиз все мы из эскиза вышли принципе вот у нас три эскиза конечно тут можно создать еще эскиз еще еще как бы то есть много можно эскизов создать да ну вроде мы в итоге получим в данном случае можно получить идеальный носовой часть но представьте сколько это по времени займет чтобы все вот эти сечения создать ну давайте сейчас раз мы начали закончим первым способом зайдем в панель редактирования детали и раскроем вкладочку где у нас команда операция выдавливания и выберем команду операция посещения и так мы запустили и сейчас кликаем по нашим трем эскизом 1 2 и 3 вот мы по нему кликнули вот наша носовая часть далее давайте зайдем во вкладку тонкая стенка на панели свойств тип построения тонкой стенки внутрь и толщина 1 миллиметр оставляем нажимаем создать объект отлично вот наша носовая часть создана но посмотрите не идеал да то есть неконекрасивая поверхность и при том чтобы идеальную ее получить нужно как как я говорил еще тут несколько сечений построить все так высчитать эти эллипсы и так далее так и внутри у нас посмотрите внутри там придется это все удалять то есть как-то отсекать либо вырезать то есть трудоемко это все итак это первый способ давайте сейчас сохраним то что мы создали кликаем сохранить и присвоите этому файлу имя чайник первый способ я сохранять не буду так как я уже сохранялся так все вы сохранились ну что же продолжаем далее давайте рассмотрим второй способ то есть давайте удалим что мы с вами удалим так вот здесь дерево модели вот этот захватим сам нижнюю планку и указатель и перед тащим его на три операции вверх то есть чтобы у нас под указателем были смещена плоскости эскиз не операция по сечениям далее кликаем правой клавишей мыши и выбираем удалить объекты под указателем таки все мы их удалили они нам не нужны сейчас мы будем эту носовую часть создавать с помощью команды поверхность по сети кривых как вы знаете там нам нужно два направления направление у и направление v вот для первого направления у нас два эскиза есть это два эллипса ну а для второго направления нам нужно создать две кривые то есть первые кривую и вторую давайте мы этим сейчас и займемся так кликаем по плоскости z игрок и создаем на ней эскиз далее заходим в панель геометрия и выбираем команду так у меня здесь она не входит захвата вот вошла вот спроекцировать объект самом низу есть команда кликаем по ней сейчас давайте спроекцируем две точки то есть вот у нас видите вот эти эллипсы да мы сейчас их точки спроекцируем наш эскиз подведем курсор ладно давайте мы весь эллипс проецируем точки тут сейчас не захватить так как они у нас эллипс все таки так здесь чтобы здесь мы эллипс проецировать давайте на панели вид сделан невидимой линии тонкие и кликнем по нашему эллипс отлично далее нажимаем стоп вот мы спроекцировали сейчас давайте запустим команду криво без е и начнем создавать эскиз то есть вы можете создать и потом уже отредактировать нажимаем создать объект далее стоп и сейчас можно подредактировать чтобы поверхность была более идеальной еще немножко это подредактировать пусть будет вот такой вот далее правой клавишей кликаем выходим из эскиза с один эскиз есть далее опять же кликаем по плоскости z y создаем еще один эскиз то есть вторую направляющую для второго направления опять же правой клавишей кликаем выбираем здесь контекстное меню повторить кривая без е и мы запустили команду эту так хотя рано мы запустили давайте нажмем стоп и в наш эскиз надо вновь спроекцировать два этих эллипса опять же делаем здесь невидимой линии тонкие и запускаем команду спроекцировать объект мы проецировали в тот эскиз и в этот эскиз также нужно спроекцировать так вот у нас сейчас давайте точку спроекцировать 1 и точку 2 вот здесь вот сейчас точки цепляется нажимаем стоп далее запускаем команду кривая без е вот последняя команда кривая без е из контекстного меню и давайте построим нажмем создать объект нажмем стоп создать и вот так вот немножко и вытянем все готово правой клавишей кликаем и выходим из эскизы так кстати давайте зайдем наш эскиз 5 предыдущий и отредактируем его мы спроекцировали эллипсы да но надо эти два эллипса сейчас выделить две эти линии и поменять у них стиль давайте выберем например тонкая либо утолщенная чтобы они на построение никак не влияли все давайте опять выйдем из эскиза принципе все сейчас у нас набор кривых есть нам для первого и для второго направления давайте отображение сделаем полутоновая сейчас давайте зайдем на панель поверхности и запустим команду поверхность по сети кривых запускаем вот у нас список кривых пуст давайте укажем 2 эллипса наши два эскиза так и в дерево в окне построения кликом по первому по второму отлично далее на панели свойств кликом здесь направлении в по этой кнопке список кривых давайте раскроем чтобы видеть ход построения и укажем первый эскиз и второй вот что у нас получилось эти два эскиза здесь есть и нажимаем создать объект посмотрите вот наша поверхность сейчас получена носовая часть ну соответственно для идеала в дальнейшем вы потом здесь плавненько эти кривые безе отредактируйте чтобы все у вас было тут идеально сейчас просто время так сказать поджимает поэтому мы тут каскать идеи до идеала не довели и так вот создана сейчас поверхность сейчас посмотрите вроде бы можно и придать толщину чтобы уже работать как с твердым телом но у нас если заглянуть внутрь вот все лишнее это да нужно удалить соответственно будет сложно сделать после того как мы придадим данные носовой части придадим когда и толщину это сложно будет сделать поэтому мы сделаем это сейчас на инструментальной панели поверхности есть очень хорошая команда усечение поверхностей но данной командой можно усекать поверхности то есть усечь поверхность другой поверхностью у нас только одна поверхность вот она носовая часть поэтому нам нужно создать еще одну поверхность которая будет усекать носовой часть для этого опять же есть очень хорошая команда эквидистанта поверхности. Давайте мы ее запустим. И сейчас мы созрадим эквидистантную поверхность в дистантную корпусу. Давайте кликнем по корпусу. Давайте сейчас отменим. Почему-то у нас половина корпуса выделилась. Давайте вот две грани по нижней части тоже кликните, чтобы две грани выделились. Далее расстояние 2 мм, то есть посмотрите, вот видите, я прибавляю. Вы, во-первых, сделаете направление обратное направление. И посмотрите, вот у нас фантом появляется нашей новой поверхности. Вот я прибавляю расстояние. Вот видите, на расстоянии уже 13, 15 и так далее. Фантом поверхности новой. То есть нам ее нужно создать, чтобы она у нас была в середине нашего корпуса. Поэтому давайте здесь расстояние 2 мм сделаем. нажимаем ввод и нажмем создать объект. Так, посмотрите, вот наша дистанта поверхности. Она у нас создана. Данная поверхность сейчас внутри, поэтому ее не видно. Далее давайте запустим команду. Вот она у нас добавилась сюда в дерево модели. Далее давайте запустим команду усечь, усечение поверхности и кликнем. То есть сейчас нам нужно указать поверхность, которая будет усечена. Кликаем по нашей носовой части и далее выберем секущий объект. То есть кликаем по кнопке секущий объект и в дереве модели выбираем квидистанта поверхности 1. Кликаем. Вот она у нас добавила секущий объект грани 2. И посмотрите, темным выделена носовая часть, та, которая останется, а красным то, что будет отсечено. Нас в принципе все устраивает. Если у вас наоборот, то поменяйте здесь направление на панели свойств. Давайте кликнем создать объект. И вот у нас выполнено, видите, отсечение. Все хорошо. Все мы это отсекли. Далее вот сейчас можно придать толщину нашей носовой поверхности. Носовой части. Итак, заходим в панель редактирования деталей и запускаем команду придать толщину. Запускаем ее. Указываем нашу поверхность по сети кривых. Так, здесь два типа построения стенки сделаем внутрь и толщина 1, давайте 2 миллиметра сделаем. на панели свойств. Далее кликаем создать объект и ждем, когда у нас будет создано все. Сейчас мы придали толщину и данная поверхность, видите, она у нас сейчас как твердое тело. Вот мы придали толщину. Сейчас с этой поверхностью можно работать как с твердым телом. Сейчас для удобства можно на панели вид, где у нас скрыть все объекты. Вот сейчас у меня захват не попадает. Вы найдите там поверхности, кликните по ним и поверхности будут скрыты. Вот таким образом мы с вами создали сейчас на свою часть с помощью команды поверхность по сети кривых. То есть, вот у нас был, до этого был первый способ и сейчас мы рассмотрели вторым способом. Ну что ж, на этом наш видеоурок подошел к завершению. Домашним заданием у вас будет создать вот здесь вот ручку, ну и крышечку можно создать так же. То есть, вот сделать наподобие. Вот посмотрите, здесь как бы я не торопился, вот поверхность, вот она получена у нас с помощью команды поверхность по сети кривых. и вот на первый способ. Так, давайте нажму здесь стоп. Так, сейчас я выйду из эскизы. Вот посмотрите на первый способ. То есть, грубые поверхности и если вы и в идеале создавать, то нужно очень много времени затратить на это, чтобы создать столько сечений. Ну, это на самом деле простой пример. Есть поверхности намного сложнее, где там такие сечения у них, что просто устанешь их создавать. И вот второй способ. То есть, два эскиза, ну, четыре эскиза, то есть, две направляющие в одном направлении и две направляющие в другом. И вот такая у нас поверхность получена. Ну, что ж, на этом наш видеоурок подошел к завершению. Наверное, многие сейчас поняли, что гибридное моделирование, оно никакое не страшное. То есть, также с помощью двух этих методов в совокупности, да, можно также точно моделировать спокойно, создавать любимые модели и при этом получать удовольствие и затрачить на это минимум времени. Ну, что ж, я желаю вам успехов и жду вас в следующем уроке. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok